Причиной возникновения приобретенного метрального стеноза может явиться поражение клапана и подклапанных структур, а также обструкция левого фиброзного атриовентрикулярного кольца. Ревматизм является наиболее частой причиной формирования метрального стеноза. Вследствие воспаления створки метрального клапана изменяются, уплотняются, спаиваются в области комиссур, задняя створка притягивается к передней и движется однонаправленно с ней. Причинами метрального стеноза могут быть дегенеративная кальцификация метрального кольца, инфекционный эндокардит с поражением створок метрального клапана, хронический вальвулит при системной красной волчанке, амилоидоз. При исследовании больного в положении на левом боку визуализируется метральный клапан, створки которого уплотнены, спаяны в области комиссур в результате воспалительного процесса при ревматизме. Задняя створка при этом движется однонаправленно с передней. Вследствием воспалительного процесса может быть также утолщение хорд, нарушение целостности части хорд. Эхокардиографическими признаками метрального стеноза являются Однонаправленное движение створок метрального клапана вследствие спаечного процесса в области комиссур. Уменьшение открытия створок метрального клапана в диастолу в норме больше 25 мм, в данном случае 10 мм. Также уменьшение площади метрального отверстия. В норме площадь метрального отверстия составляет 4,6 см2. Измерить площадь отверстия можно планиметрически в B-режиме в парасторональной позиции по короткой оси на уровне концов створок метрального клапана. В данном случае площадь 1,33 см2. При метральном стенозе выявляется увеличение скорости трансметрального диастолического потока вследствие уменьшения площади метрального отверстия и возрастания давления в полости левопредсердия. В данном случае 2,49 м в секунду, при норме до 1,3 м в секунду. Также происходит делатация левопредсердия и правых камер сердца вследствие компенсации гемодинамики за счет этих отделов. В норме площадь левопредсердия в опекально-четырехкамерной позиции не превышает 23,4 см2. В данном случае она увеличена вдвое 47,6 см2. В дилатированном левом предсердии могут образовываться пристеночные тромбы. В норме площадь правого предсердия не превышает 19,5 см2. В данном случае площадь увеличена в 2,5 раза и составляет 49,5 см2. Регистрация ускоренного турбулентного потока через метральный клапан в диастолу в режиме цветового доплера значительно облегчает диагностику метрального стеноза. Стеноз метрального клапана часто сочетается с метральной регургитацией вследствие неполного смыкания створок метрального клапана в систолу. Регургитация отображается на экране синим цветом. Причинами возникновения приобретенной метральной недостаточности, которая проявляется в метральной регургитации, могут служить поражение створок метрального клапана воспалительного генеза, чаще всего при ревматизме, дегенеративные изменения створок, нарушение целостности хардального аппарата, дисфункции папиллярной мышцы и дилатация фиброзного метрального кольца, возникающие при различных заболеваниях сердца. При ревматизме створки уплотняются, развивается спаечный процесс в области комиссур, задняя створка притягивается к передней. Эхокардиографическими признаками метрального стеноза являются Дилатация правых отделов сердца В данном случае размер правого желудочкового режима в парастернальной позиции по длине оси составляет 3,29 см, при норме до 2,8 см. Дилатация левого предсердия. В данном случае передний-задний размер его 5,42 см, при норме до 3,8 см. При метральной недостаточности отмечается гипертрофия левого желудочка. В данном случае толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 1,34 см, при норме до 1,1 см. Толщина задней стенки оказалась в пределах нормы. Отмечается также снижение систолической функции левого желудочка. Фракция выброса при расчете составила 47%. Патологические изменения со стороны створок метрального клапана. Оптимальными позициями для диагностики метральной регургитации являются опекальная 4-х или 5-камерная длинная ось. Контрольный объем устанавливают в левом предсердии под створками метрального клапана и регистрируют турбулентный систолический поток. При ревматизме метральная регургитация часто сочетается с метральным стенозом. Сейчас вы видите измерение градиента давления на метральном клапане, который составил 11,6 мм втутного столба. Еще одно измерение на более пологом склоне 9 мм втутного столба. Поток же метральной регургитации располагается ниже базовой линии и занимает всю систолу. Световой доплер позволяет точно рассчитать степень метральной регургитации и оценить ее тяжесть. Оптимальными доступами для регистрации потока являются опекальная 4-камерная, 5-камерная и 2-камерная позиция. Длинная и короткая ось на уровне створок аортального и метрального клапанов. На экране струя метральной регургитации в виде разноцветного потока в сторону левого предсердия. Причинами приобретенного аортального стеноза могут быть ревматизм, при котором створки уплотняются и деформируются по краям, спаиваются по комиссурам. Атеросклероз, при котором створки кальцинированы при отсутствии спаек по комиссурам. Дегенеративная кальцификация створка аортального клапана при хронической почечной недостаточности. А также инфекционный эндокардит, при котором выявляются кальцинаты на концах створок и спаечный процесс. Эхокардиографическими признаками аортального стеноза являются уплотнение створок аортального клапана. Уменьшение их открытия в норме больше 15 мм, в данном случае 14,1 мм. При измерении в М-режиме. Дилатация левого предсердия в результате повышения давления в левом желудочке в систолу. В данном случае 5,49 см. Гипертрофия стенок левого желудочка вследствие повышения давления в полости левого желудочка. Межжелудочковая перегородка в диастолу 1,34 см. И задняя стенка в пределах нормы. А также увеличение скорости потока через аортальный клапан в систолу. В норме от 0,7 до 1,1 м в секунду. В данном случае скорость потока составляет 2,07 м в секунду. При цветовом доплеровском кортировании на экране выявляется ускоренный турбулентный поток в сторону левого желудочка. Причинами приобретенной аортальной недостаточности, проявляющейся аортальной регургитацией, может быть поражение створок при ревматизме, инфекционном эндокардите, сифилисе, атеросклерозе, травме сердца, а также вальвулит на фоне танзелита, эксоматозная дегенерация створок аортального клапана, аневризма восходящего отдела аорты с телятацией аортального фиброзного кольца. При ревматизме створки аортального клапана спаиваются в области комиссур, кальцинируются по краям, укорачиваются, и часть крови из аорты поступает назад в полость левого желудочка. В некоторых источниках в качестве эхокардиографического признака аортальной регургитации указывают на систолическое дрожание створок аортального клапана при исследовании в М-режиме, но этот признак часто встречается в норме и не является специфичным для этого порока сердца. Теперь рассмотрим достоверные эхокардиографические признаки аортальной регургитации. Это диастолическое дрожание передней створки метрального клапана в результате того, что струя аортальной регургитации в диастолу препятствует ее открытию. Кроме того, происходит дилатация левых камер сердца, поскольку компенсация гемодинамики идет за счет этих отделов. В данном случае передний-задний размер левого предсердия при измерении в Б-режиме по длинной оси парастернальной позиции составляет 5,24 см, при норме до 3,8 см. Конечный диастолический размер левого желудочка при исследовании в М-режиме составляет 8 см, при норме до 5,6 см. При доплеровском исследовании выявляется струя аортальной регургитации. Она начинается сразу со щелчком закрытия артального клапана и заканчивается щелчком открытия артального клапана. В данном случае скорость потока регургитации составляет примерно 2,3 м в секунду. При цветовом доплеровском исследовании струя аортальной регургитации представляет собой трубулентный поток, направленный в сторону левого желудочка. На экране увеличенное изображение аортального клапана в Б-режиме по растернальной позиции по короткой оси. Видны уплотненные, укороченные, не смыкающиеся створки с кальцификатами на концах. Причинами приобретенной трегуспидальной недостаточности, проявляющейся трегуспидальной регургитацией, могут быть ревматизм, инфекционный эндокардит, травма сердца, инфаркт миокарда правого желудочка, тромбоэмболия легочной артерии, стеноз клапана легочной артерии, а также легочная гипертензия любой этиологии. Косвенным признаком наличия патологической трегуспидальной регургитации служит дилатация правых камер сердца. В данном случае площадь правого предсердия составляет 18,8 квадратных сантиметра при норме до 17 квадратных сантиметров. В предсветовом доплеровском картировании струя трегуспидальной регургитации представляет собой турбулентный разноцветный поток, направленный в сторону правого предсердия. В режиме непрерывно-волнового доплера можно измерить скорость потока трегуспидальной регургитации. В данном случае она составляет 4,39 метров в секунду. А также оценить характер регургитации. В данном случае она хроническая и характеризуется равнобедренной формой кривой потока. Эхокардиография является методом выбора в оценке клапанной патологии сердца. И поэтому значительно возросло число пациентов, которых лечат на основе информации, полученной главным образом с помощью этой методики.